В эфире программа «Тема дня». Меня зовут Вера Вирц. И не хочется долго тянуть, сразу представить человека, который, наверное, в представлении не нуждается, по крайней мере, в Нижнекамске, дамы и господа, воспитанник Нижнекамского хоккея, защитник хоккейного клуба «Авангард» и, самое главное, чемпион Кубка Гагарина, Дамир Шеревзянов. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Я смотрю, ты пришел на костылях. Что случилось? Серьезная ли травма? Не серьезная, просто летал в Германию, меня там обследовали всего, очень много частей тела. Ну вот, почистили немного колено и к сборам буду готов на все 100%. Хорошо. Давай вспомним сезон. Вообще, как он для тебя прошел? Что в душе осталось? Началось, наверное, довольно-таки скомканно. Все равно как-то переживал. Другой клуб, другой город. Как-то немножко все так трудно начиналось. Но потом влился, влился в коллектив, в команду. Получил травму и в какой-то степени, наверное, в голове немного эта травма мне помогла. Как бы это плохо не звучало, ну как бы это странно не звучало. Я как-то сверху посмотрел на игру, обдумал свою игру и после травмы уже немножко начал набирать ход. И после травмы, я думаю, я довольно-таки неплохо выглядел. И плей-офф уже у нас вся команда была как единственная целая. И вот он результат. Ничего себе. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, можно и так сказать, да. Ты такой забивающий защитник. Вот скажи, а что тебе проще, забивать или блокировать броски? Ну, в этом году не такой уж и забивающий получилось. Но проще, наверное, блокировать. Забить там нужный момент, а шайба постоянно в тебя летит. Так что это нужно блокировать. А бегать много пришлось? Что делать? Да, немало, наверное. Но, в принципе, команда у нас хорошая. Нападающие хорошо в защите играют. Не так много ошибались. Так что мы в основном играли в атаке. Я помню, ты как-то говорил, что самое раздражающее в тренировочном процессе – это кросс для тебя. Вот в «Авангарде» в тренировочном процессе есть кросс? У нас не было кросса вообще. Ну, такая ситуация с этим ковидом. Мы там практически отдыхали две недели, две-три недели не готовились. То есть на льду у нас в основном очень много бегов. Прям в разы больше, чем было до этого. А есть в команде какие-то командные традиции особенные? Ну, плей-офф. Все узнаем. Часы мы вот эти собирали. Вот это, наверное, что-то такое необычное. Перед началом, может быть, или в конце игры? Ну, это надо вспомнить. Сразу не вспомнишь, да? Ну, в плей-офф. Таких моментов больше плей-офф были. В плей-офф мы там собирались в кругу. Ну, перед выходом на каждый... Не на каждый период, по-моему, на первый период игры. В раздевалке. Да, в раздевалке. Кто-то один говорил речь какую-то там, и все как-то заводились очень. Помогал. Да, очень помогал. Бодрит. Да, бодрит. Когда кто-то говорит, а все слушают. Я как болельщица долгое время наблюдала за «Авангардом», прежде чем влюбиться в него капитально. И, знаешь, обращала внимание на многие аспекты работы клуба, в том числе и на отношения между командой, игроками и болельщиками. Вот ты сам как ощущаешь разницу между тем, как эти дела обстоят в «Нефтехимике» и в «Авангарде»? Нельзя говорить, что где-то плохо. В «Нефтехимике» свои болельщики, как бы это для меня родной клуб, и там просто немножко все по-другому. Вот как? Ну, как-то все роднее, наверное. Ну, не то чтобы даже роднее, все равно я отсюда, ближе к сердцу. Ну, а там все равно болельщики очень хорошие, даже той же Балашихи, там за нас хорошо болели, когда пускали болельщиков. А Омск, об Омске там после чемпионства и говорить не стоит. Это было просто нечто, наверное, такого я еще не видел. Ну, и встречали после игры? Разрешено было встречать? Да, ждали. Так же, как и «Нефтехимики», там из раздевалки входа выходишь, там чуть побольше народа там стоит. Ты знаешь о существовании фан-клуба «Авангарда» в Германии? Да, слышал в середине сезона, где-то узнал, увидел, у них там такой логотип есть. Да, даже принесла. Я стала членом этого клуба, у меня даже есть имена и Джерси. Ну, так вот, они сегодня передавали тебе привет, пожелания скорейшего восстановления и вопросик от них, твое любимое блюдо, то, что они на своем слете хотят его приготовить. Ну, манты, конечно, я уже много раз это говорил. Попробуют, вот смотри, что у них получится. Да, манты, немецкие манты, всех приглашаем. Тебя поставили на фигурные коньки, ну, или что-то, что-то был какой-то номер с фигурным катанием, это видео конкретно бомбануло, и даже Татьяна Тарасова сказала, что за океаном есть даже такие тренировки, когда хоккеисты тренируются с фигуристами. Вот ты там был, что-то подобное замечал? Я очень часто тренировался с тренерами по фигурному катанию, но не на фигурных коньках, естественно, а это они реально учат. И, там, вот, я уехал там в 17 лет и практически каждый год там занимался, с женой Игоря Николаевича Ларионовым занимался, она чемпионка. Чемпионка мира, по-моему, Елена Ларионова, она тоже мне там помогала. И в каждой команде есть тренера, которые натаскивают твое катание. Ничего себе. Да. Но в это время хоккеисты стоят на хоккейных коньках? Хоккейных коньках, хоккейные формы, бывает иногда без клюшки, но в основном там какие-то движения, и она следит там, как ты шайбу ведешь там, или как ты там плечи, голову держишь, как у тебя там ребра ходят, даже до такого доходило. Ну, это действительно помогает, если честно. Ну, не захотелось в фигурное катание перестись какие-то? Нет, не захотелось. Чувствуешь ли ты, что в свои 25 ты находишься на пике своей карьеры и физических сил, или все-таки ты способен на большее? Надеюсь, что это не пик карьеры, но посмотрим. Сейчас подлечусь, подготовлюсь к сезону, и будет трудный, наверное, сезон в плане эмоций. После такого сезона нужно как-то все оставить позади и уже идти к новым наградам, к новым вершинам, потому что на одном кубке жизнь не останавливается, и чемпионы там же, как говорили, чемпионы тут живут две недели, а в сентябре уже всем будет как бы все равно. Наоборот, будет, наверное, больше настрой на нас, то, что мы чемпионы, и легче не будет ни в коем случае. Что же мотивирует чемпиона-то двигаться дальше? Да, я не знаю, если ты останавливаешься на одном чемпионстве, значит, с тобой что-то не так. Значит, пора завершать карьеру. Да, на самом деле, а так выиграл, ну, молодец, все, теперь восстановись, отпразднуй, восстановись и готовься дальше к следующей сезону. 20, как сказали, 25 лет, все еще впереди, надеюсь. А сколько ты живешь от груди? Ой, не знаю, такого максимума не делал, ну, пусть будет 110-120, наверное, но немного. Да, нет, это много, мне кажется. Да, нет, там, ребята... А встановой? Встановой, Тяга, да. Да, ну, это нет такого, что мы делаем там какой-то максимум. Все равно это больше повторений, как бы больше нагрузка, чтобы ты уставал больше. Ты знаешь, сколько весит кубок Гагарина? Да, по-моему, 24, по-моему, килограмма. 26 килограмм 800 грамм. То есть это не самое тяжелое, что тебе в этом сезоне пришлось поднять? Да, но он был довольно-таки тяжелый, я думал, он чуть полегче. Ну, наверное, вместе с шампанским он бы оказался тяжелее. Да, еще тяжелее намного. Сейчас немного компрометирующий вопрос. Готов? Да. В последних финальных играх ты проводил на льду какое-то прям рекордное количество минут. 28, кажется, да? На чем ты играл, Дамир? Да, не знаю. Я, честно, просто не уставал, наверное, за счет тренировок, которые все вот это время мы проводили. Мы катались там час-полтора в сезоне. И, ну, это тяжело было. Некоторые были недовольны. Там иногда это, так скажем, не то чтобы надоедает, но все равно это трудно. Там, когда есть большой перерыв, у нас были длинные тренировки. Ну, помогло. И я чувствовал себя, не знаю, прекрасно, можно сказать. После игры, да, уставал, там, приходил домой. Где-то, может, эмоций не было. Но после игры уже. Но на следующий день я был готов, полный сил. Ну, то есть это хорошая физическая просто подготовка позволяла тебе установить такие рекорды? Надеюсь, что да. Боб и его система. Ты хорошо влился в нее. Вот сложно ли было адаптироваться и привыкнуть к его системе? Ну, я бы не сказал, что сложно. Просто первое время я, наверное, сам немного не понимал, чего от меня требует. Все равно там перешел от более атакующего защитника к более сдерживающему. Но рад, что помог команде. В итоге первое время как-то противился. Может, я уже, по-моему, где-то это говорил. Но помог команде, наверное, самое главное. А то, что к системе, да, не так долго привыкал. И, в принципе, язык я общий с ним нашел не так много времени. Ну, языкового барьера, наверное, не было, да? Нет, такого тоже не было, да. Это тоже большой плюс. Хартли – суровый тренер. Вот что ты можешь о нем сказать? Он больше суровый или справедливый? Чем он вас брал? Ну, я бы сказал, что он справедливый, да, суровый, естественно. В основном на игре. Все тренеры, наверное, на игре более вспыльчивые. Но в раздевалке ни разу он не накричал. Он всегда заходил. Заходил не сразу после периода, а там непосредственно перед периодом следующим. И уже с мыслями собранными заходил и доносил нам, что нужно делать лучше или что мы делаем хорошо. В спокойном тоне? Да, спокойно. В принципе, чтобы он наорал. Ну, на тренировках, на играх, конечно, да, в раздевалке. В раздевалке такого никогда не слышал. Ну, и нет ли планов у тебя срулить в НХЛ? Нет, пока не думал. Еще два года контракта. При всем, ну, не желании уж, а при всем том, что хотел бы тоже выиграть этот кубок стельный, как говорится. Но у меня еще два года. Пока здесь. Я хочу их провести здесь, да. Во время плей-офф, я бы даже сказала, во время серии с Акбарсом, началась в интернете мощная информационная атака на авангард. То есть я за всем этим следила. Я-то понимаю, что в большей степени это направлено на то, чтобы расшатать эмоциональное состояние игроков авангарда. Вот вы как на это реагировали? Заходили, смотрели, читали? Ну, читал, но абстрагировался очень сильно от этого, потому что знал и перед плей-офф предупреждали, что война будет на всех фронтах. Как бы это плей-офф. И, ну, как сказать, я знал, может, как-то повзрослел за этот сезон и знал то, что не нужно обращать такое какое-то пристальное внимание на СМИ. Можно было позвонить Лехе Емельну и спросить, у него как дела. Не всегда он отвечал, потому что первый день ему было трудно. Но там через кого-то, через ребят, через... Он передавал, что все хорошо и переживать не за что. И то, что писали там в интернете, ну, иногда смеялся даже над этим. Ну, то есть удавалось абстрагироваться очень легко. Да, конечно. Если бы не удалось, я думаю, было бы чуть потруднее. А в какой момент приходит сознание, что вот мы чемпионы? То есть когда прозвучала сирена или когда ты поднял кубок? Или, может быть, на следующее утро? Даже не знаю, но игра в последней ССК, она была 1-0, так что никто не знал, как она сложится. Если бы они забили с 5 на 3, кто знает, как, если бы они выиграли этот матч, кто знает, как мы бы сыграли следующую игру в Москве. Так что такого прям, чтобы я знал, что я буду чемпионом, пока шла игра, такого не было. А осознание, ну, да не знаю, может, через неделю на андет пришло. Но не было такого, что я там, о, теперь я там чемпион. Ну, здорово все это, но не хочу слишком подниматься наверх, как говорится. Да, эмоционирует. Для игрока КХЛ, что может быть лучше Кубка Гагарина? Давай так, мечта чемпиона Кубка Гагарина. Ну, наверное, чемпионат мира, как минимум. И жалко, что я не поехал в этом году со всеми этими травмами. Мог бы побороться за состав и помочь команде. Но дальше, если у тебя есть желание и возможности поехать выиграть Кубок Стэнли и потом Олимпийские игры, я думаю, это вот они четыре такие самые заветные для любого игрока, наверное. Давай перечислим. Кубок мечта чемпиона Кубка Гагарина. Кубка Гагарина уже есть. Чемпионат мира, Кубок Стэнли, Олимпийские игры. Все. Записали, в космос отправили. Сколько ты уже раздал интервью после сезона? Да, немного. Первое время. Недельку, наверное, был такой ажиотаж со всех сторон. Неделя, неделя, две. А сейчас уже все спокойно, отдыхая дома. На этом наша программа подходит к концу. И хочется единственное сделать с тобой селфи. Можно? Да, конечно. Как сказал Сергей Калмогоров, ведущий Авангард ТВ, рядом с Дамиром страшно находиться и делать сторис, потому что боюсь, что заблокирует телефон. Все. Ну, есть у тебя какие-нибудь слова, пожелания нашим Нижнекамским телезрителям? Да, конечно. Хотел бы сказать спасибо большому всему городу Нижнекамску. Читал очень много комментариев, очень много сообщений. Спасибо за поздравления. К сожалению, не удалось всем ответить. Спасибо за поддержку, за теплые слова, за добрые слова. И увидимся на следующий год на Невтихимарене. Всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин